Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России курит, а 50-60% мужчин – заядлые курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает курить. Не помогает даже риск смерти. Курение и заболевание, которое оно вызывает, каждый год убивают около миллиона россиян. Это куда больше, чем от СПИДа, аварий на дорогах или употребление тяжелых наркотиков. Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения, разработать новые методы избавления от зависимости и донести до населения уже существующее. Курение – не просто вредная привычка, но глобальная проблема всего мирового сообщества. Не случайно на планете существует сразу два дня, посвященных борьбе с табаком. Один из них празднуют в ноябре, другой – в последний день весны. И кто, если не будущие медики, должны понимать важность отказа от табака? Сегодня на территории медицинского городка собрались десятки студентов, чтобы поучаствовать в акции «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя». Курить не модно, курить не актуально, курить некрасиво – именно такие призывы слышали сегодня с трибун. Действительно, в последние годы гораздо более популярными в молодежной среде стали занятия, например, спортом. Почти в каждом дворе установлены площадки для воркаута или турники. Символично, что на территории медгородка сегодня тоже организовали несколько площадок для спортивной деятельности. Студенты с видимым удовольствием демонстрировали, что готовы вести здоровый образ жизни и, как будущие медицинские работники, тем самым подавать пример обществу. Я думаю, что молодежь в скором времени одумается, чтобы были здоровые дальше дети у них, ну и девушки, чтобы большинство сейчас курит девушек, смотреть очень неприятно на это. Я думаю, что они в скором времени одумаются, перестанут это все делать. На самом деле, когда становишься врачом или медсестрой, нужно поддерживать здоровый образ жизни, чтобы показывать пример своим больным. Всем желающим прямо на крыльце вуза измеряли объем легких и определяли возможные проблемы. Мы сейчас определяем примерный возраст легких в зависимости от функциональных характеристик дыхательной системы. Значит, у нас портативное устройство здесь, в которое мы заносим данные возраста, рост, пол. Сколько у вас роста? Для студентов, которые пока еще не отказались от курения, организаторы акции предложили фрукты в обмен на сигареты. Надо сказать, в окончании мероприятия яблоки и апельсины раздавали уже просто так, потому что курящих среди студентов вуза оказалось не так много. Я надеюсь, что мы дойдем до того дня, когда у нас практически ребята не будут собираться, не будут приходить, и курение уже потеряет абсолютно всякую привлекательность и интерес для молодежи. Но сейчас мы пока говорим о том, что нам еще надо снижать и темпы роста тех, кто вновь стал курить, и снижать то количество людей, которые еще курят, и тогда, конечно, здоровье нации, здоровье населения будет возрастать. Поэтому мы хотим рассказать ребятам, еще раз об этом напомнить, еще раз акцентировать их внимание на том, что курить – это не модно, курить – это плохо, курить не нужно. И тогда, наверное, они будут об этом рассказывать, может быть, в своей среде. И уже тогда, когда они будут работать в системе практического здравоохранения, будут рассказывать об этом своим пациентам и убеждать их не курить. Прозвучал лозунг «Не курящих редко, не курящих студентов». Вы не курите? Я не курил никогда, да. Как так вот получилось. Не курю и не курил, да. И всех к этому призываю. Акция «Сломай сигарету, пока сигареты не сломала тебя» не является разовой. Медуниверситет в течение всего года ведет активную работу по борьбе с курением и просветительскую деятельность, направленную на то, чтобы максимальное количество курящих наконец отказалось от пагубной привычки. Забота о здоровье – дело, прежде всего, каждого из нас. А задача врача – помочь не только вылечить заболевание, но предупредить его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова